Сегодня у нас история иммигрантки, которая покорила Америку. История этой девушки меня поразила. Она родилась в Индии и пошла против всех стереотипов. Только представьте, недавно она узнавала о мире и космосе из фильмов, а позже отправляется на стажировку в Америку. В Индии ее считали чудачкой и советовали стать домохозяйкой. А недавно, уже в Кремниевой долине, ее идею автономных летающих лодок поддержал Сергей Брин, создатель Гугла. Имя этой девушки Самприти. Вместе со своей компанией Navier она создала электрическую летающую лодку и смогла получить 11 миллионов долларов инвестиций, чтобы развивать морской транспорт в Америке. И для нее это только начало. Давайте узнаем, как девушке из Индии удалось пробиться в Америке. Ведь эта история – мечта любого иммигранта. Самприти, большое тебе спасибо. Я очень рада, что приехала к тебе в гости и беру у тебя интервью. У тебя потрясающая компания и удивительная история. Сейчас ты развиваешь компанию Navier. Можешь рассказать, а с чего вообще все начиналось? Ты приехала в Америку из Индии. Можешь рассказать о своем детстве? Как ты смогла сюда попасть? Я, как и ты, родилась и выросла в другом месте. Я родилась в Индии, в Калькутте. Я была в Калькутте. Да, я слышала об этом месте, но ни разу не была в Индии. Единственное, что объединяет Калькутту и Сан-Франциско, это что у нас тоже есть залив, бенгальский, куда впадает река Ганг. И я выросла в Калькутте в совершенно другом обществе. И никто, конечно, не ждал, что я создам летающую электрическую лодку. Просто, когда мне было 12, я увлеклась темой космоса. Меня интересовало все, начиная с книг Стивена Хокинга и заканчивая полетом Аполлона на Луну. Это событие оказало на меня огромное влияние. Сама идея, что люди действительно могут выйти за пределы планеты и отправиться в другие места. Все неизведанное исследование нового, вот что действительно завораживало меня. Я узнала о НАСА и о том, что в другой стране есть одна классная лаборатория. По сути, я обо всем узнавала благодаря фильмам и каналу Discovery. Но нельзя сказать, что я была блестящей ученицей. Я училась в небольшом колледже, в чем-то вроде техникума. Все считали, что я, наверное, стану обычной домохозяйкой, как это часто бывает в Индии. Или буду работать на ресепшене. Или, может быть, где-то в IT. Когда мне исполнилось 20, у нас дома только появился компьютер и интернет. Ты застала то время, когда нужно было ходить в интернет-кафе? В общем, у меня тогда как раз появился доступ в интернет из дома. И от кого-то я узнала, что есть такая штука, стажировка. Я спросила, а что это такое? Опазалось, это когда ты летишь в Америку и работаешь над крутыми научными проектами в лаборатории. А я всегда хотела заниматься именно этим, изобретать и что-то строить. Но я же училась в крошечном колледже, и у нас ничего такого не предлагалось. Так что я набрала в Гугле «Стажировка в Национальной лаборатории США». Я начала рассылать имейлы. «Здравствуйте, я учусь на последнем курсе колледжа. Работаю над новым дизайном марсохода. Правда, у меня нет для этого ни таких ресурсов». Но вот мой чутеж. У тебя уже был какой-то опыт в этой сфере? Почему ты предлагала им именно это? Да, я изучала электротехнику, а еще увлекалась космосом. Я читала разные материалы и, по сути, была самоучкой. Первая неделя прошла, нет ответа. Ничего не получалось. Но я уже так увлеклась. Если я задираюсь какой-то идеей, я всегда иду до конца, и я решила попробовать буквально все варианты, пока не доблюсь своего. Так что спустя 540 мейлов... Ничего себе! Я получила стажировку. Сколько ответов ты в итоге получила на эти 540 писем? Было 4 предварительных согласия поговорить, 2 собеседования и 1 приглашение. Вот это воронка! Просто огромная! Сколько времени это заняло? Первую часть мейлов я рассылала около 3 недель, но я почти не отходила от компьютера. И у тебя не было никаких знакомых, у кого был похожий опыт? Ты была первой? Тебе просто пришла в голову идея, ты загорелась и все сделала сама? Да, дело было так. Я поехала на какую-то конференцию. Я ведь еще частенько пробиралась на научные конференции. И вот я там раздобыла пару контактов и просто стучалась во все двери. В Америке я никого не знала. У меня не было здесь родственников. Но я была уверена, что какой-то путь есть. Самый большой рост всегда там, куда идти страшно и дискомфортно. Я знаю, что для многих ребят, которые смотрят этот канал, расширение на международную аудиторию, это тот следующий шаг, которого очень хочется достичь, но не всегда получается из-за того, что не знаешь английского языка, не понимаешь другую культуру и не понимаешь, как в нее интегрироваться. Мы в Lingva3 приготовили для вас специальные пакеты. Они разделены по уровням для тех, кто хочет прямо сейчас начать учить английский язык. И английский язык, который не просто вот по книжке, когда вот помните, у нас были раньше словари, где мы писали слово, транскрипция, перевод. А начинать учить язык сразу из контекста по темам, которые актуальны прямо сейчас. Каждый из пакетов подходит под определенный уровень языка и в любом из пакетов, покупая два курса, вы получаете третий в подарок и за счет этого получается огромная скидка на наши продукты. Итак, первый пакет для тех, кто только начинает учить английский. Туда включены три наших курса. С нуля до базового уровня, курс от elementary до intermediate, а в подарок вы получаете курс от intermediate до advanced, наш самый популярный семинедельный курс. И стоимость трех курсов, в которых мы осветим всю ту базу, которая нужна, чтобы уверенно двигаться по ступеням английского языка, 258 долларов вместо 347. Оплачивать у нас можно как в рублях, так и в долларах, достаточно поменять валюту на странице курса. Второй сет для более продвинутых. Туда входит курс challenge от elementary до intermediate и курс от intermediate до advanced. А в подарок вы можете выбрать либо наш самый сложный курс от advanced до proficiency, там, поверьте, преподаватель рассказывает такие вещи, которые для носителей даже представляют челлендж. А можете пойти и начать улучшать свое произношение вместе с нашим курсом чит-коды произношения от Вене. Стоимость этого пакета 178 долларов вместо 267. И наш третий сет для экспертов в английском языке. Туда входит курс от intermediate до advanced и наш самый сложный курс от advanced до proficiency. А курс чит-коды американского произношения от Вене вы получаете в подарок. Стоимость этого пакета 178 долларов вместо 267. То есть покупаете пакеты, вы получаете сразу несколько курсов, которые помогут вам продвинуться на несколько уровней английского. Вы можете брать их в своем темпе, можете присоединяться к групповым созвоном, а можете просто смотреть лекции в записи и выполнять тесты на нашей удобной платформе. Это предложение ограничено только для тех, кто смотрит это видео. Ссылка будет в описании. А мы продолжаем. А ты когда-нибудь говорила родителям, что хочешь поехать в Америку? Нет? А как бы они отреагировали на это? Как ты думаешь? Как я уже сказала, у нас не было знакомых, которые бы уже прошли такой путь. Поэтому нам нужно было найти таких людей. Родители удивились, потому что ничего подобного от меня никто не ожидал. Я не была одаренной студенткой. Просто девушкой со странными интересами. Я хотела создать систему слежения за солнцем для марсохода и основала в колледже клуб любителей космоса. Но для девушек из Индии это нетипичное поведение. Я не вписывалась в коллектив. Я была чудачкой, выбивалась из общей массы, но совершенно не блистала в учебе. Ты отличалась от других. Родители поддерживали тебя? Мне не мешали быть именно такой, какой я хотела быть. Так что я... Да, я понимаю. Ты ведь из достаточно традиционной семьи. Например, в моей стране, в России, традиции тоже очень важны. К определенному возрасту нужно выйти замуж, нужно завести детей. Сейчас это меняется, но раньше было именно так. Я вела себя ужасно. Наверное, это подходящая формулировка. Я искала свой собственный путь. Думала, как преодолеть стереотипы и заниматься тем, чем я хочу. А ты никогда не думала? Ладно, пусть я буду лучше, как все, потому что иначе меня не поймут. У меня будут неприятности. Нет. Думаю, когда я в чем-то твердо убеждена, тогда я уверена, что иду по верному пути, что именно к этому нужно стремиться. Я спокойно готова идти вперед в одиночестве. Это так странно, будто... Приведу пример. Можно по-разному к этому относиться, но когда я училась в колледже, у нас... У нас была так называемая детовщина. Ставшие студенты устраивали на речкам испытания. Нужно было подыгрывать и делать вид, что так и надо. А я в первый день учебы отказалась со словами «Так нельзя обращаться с людьми, я это делать не буду». Так что я во всем этом не участвовала, и мне сказали «Старшекурсники тебе помогать не будут. Никакой помощи ты не получишь». И я подумала «Боже, учеба еще не началась, а я уже отличилась». Но в этом и вся суть. Иногда вы сердцем чувствуете, что это хороший поступок, правильный выбор, и ведь в итоге оно как-то сработало. Мне нравится твой подход. Есть несколько вещей, которые поражают меня в этой компании. Ребята привлекли чуть больше 11 миллионов долларов, что немного для Кремниевой долины, но у них уже есть лодка, на которой можно ходить по заливу. И дело не только в том, что она электрическая, она парит над водой, и в ней очень комфортно. А то, что всегда поражает меня в компании «Кремниевой долине», что у компании всегда есть какое-то скрытое дно в позитивном плане. Все думают, да, это лодка, да, она электрическая, да, летает над водой. Но дело в том, что за всем этим стоит более масштабная идея, идея освоения океана. Подумайте, у нас столько дорог на суше, мы постоянно по ним путешествуем, но еще у нас есть вода, по которой также можно передвигаться обычным людям. И Самприти не только строит лодку, но и создает целую экосистему. Ребята, чтобы оставаться на связи, подписывайтесь на мою новую группу ВКонтакте. Ссылку оставлю в описании. У тебя есть сестра, да? Да, старшая сестра. Она живет в Индии или здесь? Она живет в Индии. Вышла замуж, родила детей. То есть она пошла по более традиционному пути? Она многого добилась. Она получила образование, затем начала работать в сфере IT-продаж. И скоро возглавит индийский филиал компании Dell в качестве менеджера. Она окончила MBA и так далее. Интересно, то есть вы обе добились больших успехов. Можешь ли ты поделиться какими-то советами для родителей? Как ты думаешь, что твои родители делали, как они помогали тебе? Было что-то особенное в вашем воспитании? Не знаю, стоит ли говорить такие вещи по телевизору, в интервью, но я росла среди полного хаоса. У нас была не самая благополучная семья. И можно сказать, что мы с родителями были не слишком близки. И во многом я выросла достаточно замкнутым человеком. так что я всегда была сама по себе в своих мыслях, в своем воображении. То есть это тебе даже помогло? Интересно. Да. Наверное, я искала какую-то цель, потому что не видела себя среди своего окружения. И ты нашла ее? Получается, ты проходила стажировку пока еще училась в колледже или уже после? В то время я еще училась, да. Пришлось пропустить третий курс. Впервые я приехала в Штаты на стажировку в Ферми Лаб. Это лаборатория Министерства Энергетики. Я всегда любила физику. Почему наш мир такой, какой он есть? Капная с истину, узнать что-то новое. Горчко мне интересно. Мы, конечно, еще поговорим про Навер, но ее суть тоже в исследованиях. В любопытстве, в желании узнать наш мир, это и есть физика. И вот я приехала в Ферми Лаб в Чикаго и это стало переломным моментом для меня. И до этого ты ведь не была за границей. Я впервые летала на самолете, впервые поехала куда-то сама, да еще и... Через полмира. Через океан в совсем другую страну. И это было очень страшно. Была пересадка во Франкфурте и я просто расплакалась, потому что никогда не видела такой большой аэропорт. Ты помнишь, какими были твои первые мысли, когда ты вышла из самолета в Америке? Ой, все было новым и непонятным. Но самое забавное, что я помню, две самых забавных вещи. Мне дали очень хорошее общежитие на территории кампуса. Но когда я выглянула из окна, то увидела, что на улице нет ни души. В то время, как у нас в Индии живут миллионы людей и дороги не бывают пустыми. Я подумала, если я умру здесь, никто даже не узнает об этом. То есть я привыкла, что в Индии теснота, везде полно людей и вдруг попала сюда. Я в жизни не видела таких пустынных улиц. Я была в шоке. А вторая очень забавная вещь, это, конечно, больше характерно для пригорода. Я шла по улице и какой-то прохожий сказал мне «Добрый день». Я думаю, с чего это он со мной поздоровался? Мы же не знакомы. Или захожу я в Данкин Донатс, а меня спрашивают «Привет, как прошел твой день? Как у тебя дела?» И я такая «Почему он задает мне вопросы?» Я как носительница другой культуры. Да, я прекрасно понимаю. Навсегда запомнила свой первый поход в Данкин Донатс. Я просто зашла за пончиком, а меня спрашивают «Так прошел мой день?» Что происходит? О, да, я понимаю. Или когда делают комплимент твоему наряду, и я такая «А мы знакомы?» Да, и совсем другая культура. Итак, ты прошла стажировку, и после этого ты окончила MIT, да? Намного позже. То есть, ты вернулась в Индию? Да, я прошла стажировку, она стала первым большим переломным моментом в моей жизни. Я встретила кучу людей моего возраста из России и Италии. И я подумала, «Ничего себе! У них совсем другая жизнь. Они моего возраста, но уже такие свободные, путешествуют по миру». Почему же в Индии женщины так ограничены традициями и правилами? Сначала нужно окончить колледж. Если ты отучилась, то тебе повезло. Затем ты выходишь замуж, и это главное достижение в твоей жизни. Вот и все. Даже одежда диктуется какими-то правилами. Все это заставило меня серьезно задуматься. И в некотором роде изменило мое мышление. Затем я вернулась в Индию, чтобы выйти замуж. Но у судьбы были другие планы. Я хотела выйти замуж сразу после учебы. Мое сердце было разбито, но теперь я понимаю, что мне крупно повезло. В общем, я закончила предпоследний курс. Сразу после колледжа снова вернулась в Штаты на вторую стажировку. Дальше я вернулась в Индию, чтобы сыграть свадьбу. Но не сложилось. Ты не вышла замуж. Это событие стало вторым важным переломным моментом в моей жизни, потому что мне казалось, что свадьба – это самое главное. Ты понимаешь, что значит придерживаться консервативных взглядов. И когда я не вышла замуж, наступил какой-то экзистенциальный кризис. С семьей мы не слишком близки, мужа я не завела. И я подумала, что я вообще живу. Да. Потом я путешествовала по Индии. Я подумала, что ж, идти мне особо некуда. Смысла в жизни не осталось. А если смысла в ней нет, то что бы такого совершить безрассудного? И, кстати, задавать себе этот вопрос очень полезно. Я сейчас не шучу. Когда ты на самом дне, ты либо остаешься там, либо поднимаешься вверх. Другого не дано. Да. Я решила, хуже уже не будет. Так что самое безумное я могу сделать? И вот я взяла рюкзак и отправилась в путешествие. Оно стало вторым поворотным событием в моей жизни. Я попала в оползень. Все обошлось, но опасность была, и этот случай заставил меня осознать, насколько хрупка и важна наша жизнь сама по себе. Это стало основой для всего, что я делаю сегодня. И потом ты вернулась сюда в магистратуру, да? Да. Пока я путешествовала, я подала документы в несколько заведений и получила стипендию. Мне это нравится. Пока я путешествовала, я подала несколько заявок. И я подумала, а почему бы не вернуться в Америку? Я получила стипендию и поступила в университет штата Огайо. Мне всегда хотелось изучать аэрокосмическую технику. Это была моя мечта, работать в НАСА. Так что я пошла за мечтой и переехала в Колумбус, штат Огайо. Да, потом тебя перевели. Или как это? Нет, я отучилась год и потом какое-то время проработала в НАСА. Но по сути, я работала в двух направлениях. Я занималась космонавтикой, но заодно еще ядерной инженерией. При финансировании Министерство энергетики разрабатывала новый тип ядерного реактора. В общем, от наблюдений за ускорителями и поиска истины о вселенной я перешла к более прикладным вещам. Можем позже поговорить о причинах. Но моя работа привлекла много внимания. А потом я поступила в МАИТ. Я подавала документы в три университета. В двух мне отказали. А потом пришло письмо о приеме из Массачусетского технологического института. Это была магистратура? Аспирантура. Аспирантура. И сколько ты? Вечная студентка. Пять лет в аспирантуре или четыре? Пять лет. Пять лет. В общем, два года магистратуры и еще пять лет в аспирантуре. После того, как ты выпустилась, через сколько времени ты основала свою компанию? Еще будучи студенткой, я начала заниматься морским делом. Есть ощущение, будто все и правда взаимосвязано. Одно вытекает из другого. Да, мне нравится твоя история. Я читала, что ты сначала исследовала космос, затем задумалась об океанах, а потом, после авиакатастрофы, ты поняла, что пока мы занимаемся изучением космоса, океан остается неизведанным. И это был переломный момент, когда ты поняла, что вместо космоса хочешь вернуться на Землю. Да, третий важный момент, потому что до этого я всегда хотела изучать космос. Меня всегда привлекала его неизведанность. Потом, в Зачусетском институции я создавала подводные дроны для наблюдения за ядерными реакторами, энергетическими системами и так далее. И вот как раз в это время пропал самолет из Малайзии. И я думаю, сейчас 2014 год, мы боимся, что роботы скоро захватят мир и в то же время не можем найти огромный самолет в океане. С точки зрения физики тут все просто. Почему нельзя отправить на поиски роботов с датчиками? Тогда я и поняла, что мы знаем об океане меньше, чем о поверхности Луны. Так я отправила в серийное производство свое первое изобретение. Беспилотные летательные аппараты, над которыми я работала в аспирантуре. Я назвала их Hydro Swarm. Это была твоя первая компания? Когда я еще училась, все усложняло тот факт, что я иммигрантка. Продукт много применялся в обороне. Да, ядерные исследования это очень серьезно. И еще NASA, да? Да, дело в том, что я находилась в стране по визе, и моя работа привлекла большое внимание, пока я еще училась. Рынок дронов рухнул. А когда я выпустилась, я потеряла свой IP-адрес. Массачусетский институт предоставил IP-доступ другой оборонной компании. В общем, все стало очень сложным. Но все равно я была настроена оптимистично. В общем, после выпуска дронами я больше не занималась. Но я всегда мечтала построить морскую компанию нового поколения. Создать аналог SpaceX, Tesla или другой крупной корпорации, только для изучения океана. То есть так ты пришла к работе над лодкой. Когда ты создала компанию? Сама идея создать транспортную компанию появилась в 2020 году. Вначале мы больше работали над автономностью, и уже в 2021 году решили, что надо построить судно целиком. А чуть позже, в 2021 году, мы начали сбор средств. В это сложно поверить, да? Ты уже была здесь, в США? Да. То есть ты переехала ради компании? Да. Переехала после того, как закончила Алиссия? Переехала в Калифорнию, да. В Сан-Франциско. Ты основала компанию одна или с партнерами? Изначально я была одна в компании. В 2020 году я пригласила несколько людей. В 2019 году у меня появилась идея, и я собрала начальный капитал. Потом я наняла людей, которые разбираются в лодках, чтобы наладить производство. И так началась наша история. Это наш первый прототип. И программное обеспечение для двух главных лодок было создано на основе этого прототипа. На нем проводились все тесты. Это совсем не похоже на эту лодку. Да, это просто прототип. Ух ты! И тебе понятны все процессы здесь. Да, абсолютно. Я изучала инженерное дело, но никогда не работала. Эти ребята просто... Они крутые. Они знают, что делают. И Самприти тоже в этом разбирается. О, да. Она же кандидат наук в области аэрокосмической инженерии. А это то же самое? Да, в основном это электричество, но здесь тоже есть программное обеспечение. Это система управления, которая позволяет лодке взлетать и обеспечивает идеально плавный ход. Она постоянно обновляется. И закрылки меняют положение в зависимости от ветра, волн и распределения веса на судне. Вы когда-нибудь сотрудничали с другими компаниями? Ведь есть лодки, которые используют подобные системы. Да, у нас есть один конкурент, который занимается электрическими судами на подводных крыльях. У них крыло устроено иначе, у него нет закрылков. Их лодки управляются не за счет закрылков, а за счет того, что два крыла поворачиваются. Но ведь суда, на подводных крыльях, это старая технология. Мне кажется, Боинг первым выпустил такую лодку. Она хуже управлялась, была менее стабильна. Тут-то и пригодились новые разработки последних двух лет в области машинного обучения и управления системами. Они позволяют добиться ровного хода. Почему судно на воздушных крыльях? Почему они сделали обычное судно? Суда, летящие над водой, гораздо более экономны. Сопротивление меньше. А значит, они тратят меньше... Меньше энергии. Меньше энергии – это дополнительный довод в пользу электричества. Расскажи о своей стратегии поиска финансирования. Вот блин. Потому что у вас очень классные инвесторы. Не думаю, что у меня была стратегия примерно то же самое, что разослать 500 имейлов. Я просто умею стучаться в каждую дверь. То есть ты просто делала холодную рассылку по инвесторам? И заводить знакомства. Я думаю, что... Обычно люди не говорят о своих неудачах. Моя академическая жизнь в MIT была довольно успешной. Я проделала хорошую работу, меня стали замечать. Все шло хорошо, пока моя первая компания не провалилась. После дронов наступил период, когда люди не сильно интересовались аппаратным обеспечением. Пока что люди просто не понимают морскую отрасль. Это то же самое, как если бы 20 лет назад вам предложили инвестировать в венчурную компанию по производству автомобилей или изучению космоса. Никто бы и не поверил в эти отрасли. Но все же можно предположить, куда движется мир. Я говорила инвесторам, что мы строим лодки, а они мне. Но ведь лодки не востребованы. Да, но мы говорим не о простых лодках, а о целой морской компании. Так что собрать деньги было нелегко. Стучалась во все двери, пока не нашла инвесторов. Вообще весь процесс был похож на... Кто стал первым инвестором? Первых инвесторов я нашла еще до того, как появилась идея. Основная идея была той же. Я хотела построить судно нового поколения и наладить экосистему для морской индустрии. И первым инвестором был Адам Дрейпер. Ух ты! Сын Тима Дрейпера. Тима Дрейпера, да. Это потрясающе. Он верит в научно-фантастические идеи, которые люди называют безумными. Я сказала ему, что хочу строить лодки, в основе которых лежит очень специфическая операционная система. Я хочу создать целую экосистему судов, которые взаимодействуют друг с другом. Что ты имеешь в виду под этим? Ты имеешь в виду, что можно было освоить океан? Да, я ведь создавала подводные дроны и различные суда, и поняла, что вся эта экосистема связана с точки зрения коммуникации, сбора данных. То есть обмен информацией? Да, ситуационная осведомленность. Но важно понять, как выстроить все в этой экосистеме, чтобы они постоянно взаимодействовали. Интересно, и никто раньше этого не делал? Нет. Просто гугл-карты показывают всю нашу планету. У Теслы есть карты всех дорог, но никто еще так вплотную не занимался океаном. Мои подводные дроны должны были делать карту океана. Потом появилась пара других компаний. Например, Сейл Дрон делает примерно то же, что Планет Лапс составляет карту океанского дна. Моя идея заключалась не только в картах. В конечном итоге нам удалось воплотить мою задумку, то есть создавать адаптируемые и автономные суда для широкого использования. Но моя идея — объединить все продукты в рамках одного программного обеспечения и оптимизировать для морской отрасли. Мне нравится, что ты вроде бы видишь обычную лодку, но если ты копнешь глубже, то там скрывается гораздо более масштабная цель. Наверное, это отличает гениальных предпринимателей от обычных. Обычные предприниматели видят локальную задачу, а мне кажется, ты гениальная, потому что ты видишь в этом гораздо более масштабную задачу. Это невероятно. И вы привлекли 17 миллионов долларов. Нет, у нас было чуть больше 11 миллионов. Просто обычно технологические компании собирают десятки миллионов долларов, чтобы изобретать такие рещины. Да, а у вас было только 11. И мы можем видеть прототип прямо здесь, и мы можем его опробовать, и это просто потрясающе. Да, я очень старалась собрать средства. Привлечь внимание инвесторов не так-то просто. В этот раз все получилось быстро, потому что с каждой неудачей приходит новый опыт. Ты находишь какие-то новые пути. У нас ведь нетрадиционные методы. Когда я начинала сбор средств, мне говорили, ты не сможешь построить 9-метровую лодку за 5 лет за такую сумму. Летающая электрическая лодка, для этого нужно как минимум 50 миллионов. У моей компании ничего не получится, потребуется крупное производство и так далее. И я подумала, что ж, денег нам никто не дает. Вот все, что у нас есть. Что можно с этим сделать? Какую компанию строить? И мы решили, что Навер будет строить самые передовые суда, которые значительно дешевле в эксплуатации. Так мы остановились на электролодках на подводных крыльях. У нас не было десятков миллионов долларов, чтобы собрать огромную команду, построить верфь, купить кучу оборудования. Мы подумали, кто лучше всех строит суда на подводных крыльях. И я позвонила Полу Бикеру, который, ты слышала про Кубок Америки? Гонки на яхтах по заливу. Команда Ларри Эллисона, компании Oracle. Он главный судостроитель, который делает гоночную лодку на подводных крыльях за 40 миллионов. Настоящий эксперт. Я говорю ему, я знаю, что вы делаете супер дорогие вещи, но вот мое видение. Я хочу создать совершенно новую водную транспортную сеть на основе подводных крыльев. Вам интересно работать в моем проекте? И тогда он... И что он сказал? Я его убедила. Конечно, сначала он бустоверился, что я знаю, что делаю. А он говорил когда-нибудь, о, это невозможно, как все остальные люди. Ну, он говорил что-то вроде, обычно делают вот так. И кому-то может показаться, что это неподъемная задача. Я имею в виду, что это действительно большая задача. Мне очень нравится то, как ты думаешь, твой ход мыслей. Часто бывает, что ты предлагаешь необычную идею, и опытные люди, профессионалы в этой области говорят, что это невозможно. И тебе остается только настаивать на своей идее и доказывать, что ты веришь в нее. Но иногда ты сам начинаешь испытывать сомнения, потому что уже все вокруг говорят, что это невозможно. Так и есть. Я всегда говорю так. Люди считают, что вещь возможна, если она не противоречит законам физики. А я говорю, если не противоречит физике и экономике. Мне нравится. В принципе, можно сделать все, что угодно. Можно построить лестницу до Луны. Может и можно. Но стоит ли оно того с экономической точки зрения? Да. Точно так же, я думаю. Такие технологии, как аккумуляторы, электричество и более дешевое и быстрое производство уже помогают изучать нашу планету и космос. За 10 лет работы в морской отрасли, которая очень прибыльная, но достаточно сложная, я поняла, что эти же самые технологии дают очень хорошие результаты. Можно создать машину, которая будет работать в разы лучше, эффективнее и стабильнее, чем все существующие. Это как изобретение автомобиля. До этого у нас были лошади, и вдруг появляются машины. Это меняет всю суть водной навигации. В общем, как я уже говорила, если я уверена в чем-то, мне не важно, что скажут об этом люди. Я очень сосредоточена и ясно вижу, как это изменит наш мир. Верю, что единственный путь это идти к своей цели. Да, мне нравится это. Не знаю, кажется, это мое призвание. Я знаю, что нужно делать и как я могу это не сделать, если это нужно миру. Но я полностью согласна с тобой. Всегда есть люди, которые будут сомневаться в тебе, особенно если что-то не получается. Особенно, если ты женщина. Обычно я про это не говорю. Я не пытаюсь бороться с несправедливостью мира. Во-первых, у нас в Индии мы еще с детства осознаем, как несправедлив мир. Это вряд ли получится изменить. Да, жизнь несправедлива и люди в ней не равны. Как выжить в таком несовершенном мире? Но иногда все равно одолевают сомнения. Тебе говорят, да, ты добилась результатов в науке, но сможешь ли ты управлять бизнесом или начинают вспоминать все твои неудачи? Появляются все эти мысли и начинаешь сомневаться в себе. Да. Но твоя целеустремленность помогает тебе пройти через это все? У тебя есть коуч или психотерапевт или ты сама справляешься? У меня чудесные друзья. У меня были коучи, есть замечательные советники, люди, чьему мнению я доверяю, которым всегда можно позвонить. Нужно не забывать о том времени, когда ты был на самом дне и понимать, что такое случается. Всегда есть два пути, сдаться или идти дальше. Если выберешь сдаться, то так и останешься на дне. Вот и все. В общем, ты представила парню из Oracle свою идею и он присоединился к команде. Да, я презентовала полуидею и он присоединился к нам. Мы поработали с ними какое-то время, подготовили эскизы. Он убедил инвесторов, что обычные люди будут покупать лодку для прогулок. В худшем случае мы будем продавать прогулочные катера и это все равно принесет деньги. Можно продать хоть тысячу таких лодок. Это жизнеспособная компания и вложения окупятся. Нам было важно построить устойчивый бизнес, который сработает даже без масштабного замысла. В Кремниевой долине все сильно зависит от венчурных инвестиций. Я хотела создать устойчивый бизнес. Интересно, а ты не боялась, что этот подход может помешать достигнуть более амбициозных целей? Потому что тебе нужно подумать над экономикой проекта, продажами. Это не отнимает время от более важных дел? На самом деле, я думаю, Илон спрагался с этим довольно неплохо. Главная цель Илона полет на Марс, а перед этим есть как бы промежуточные этапы. Так что нас это не отвлекает. Это все действительно важно сделать, и вот почему. На мой взгляд, развитие Навер это решение трех задач. Первая задача технологическая. Сможем ли мы построить лодку? Можем ли мы построить судно, которое в 10 раз эффективнее обычного судна на горючем и может использоваться как транспорт? И в то же время оно должно быть мобильным. Эту задачу мы решили. Вторая задача это производство. Я уже говорила, что сработает и бизнес-идея зависит не только от физики, но и от экономики. Физическую задачу мы решили. Теперь экономика. Я могу построить безумно дорогое судно, но оно никогда... Я могу найти десяток покупателей и владельцев яхт, но это не изменит мир. На этапе производства мы разрабатываем план действий, как масштабировать продукт и сделать его успешным транспортным средством с точки зрения юнит-экономики. И для этого нужно по-настоящему сделать несколько лодок на продажу. Такая постановка проблемы, а также средства от инвесторов помогают нам в решении проблемы. Это как автомобиль Тесла Роудстер. Но вдобавок все технологии, которые мы разрабатываем, все собранные нами данные также помогают создавать нашу автономную систему. Да, понятно. Понимаю, что все часть большой системы. Да, часть системы. Можно увидеть, как покупатели используют лодку, как работает этот транспорт. Многое придется поменять. Изменится восприятие мореплавания, сама его модель. Наша идея в том, чтобы показать людям новые возможности. Так, и сейчас получается, у вас есть две лодки, верно? Одна уже на воде, а другая прямо здесь. Это вторая лодка, для чего она? Да, это одна из них, а вторая находится на воде, уже в эксплуатации. Вот эта лодка останется здесь? Они обе выходят на воду. Эта лодка сегодня на обслуживании. Все, поняла. Итак, в следующем году вы хотите выпустить 70 лодок. Я помню, Сэм говорил. В следующем году от 30 до 40. 30-40. Да. А еще через год увеличим выпуск до 200 лодок в год. Какие твои главные проблемы или задачи сейчас как главы компании? Приходится много общаться с прессой? Да, действительно много. Во-первых, производственная проблема на самом деле в 10 раз сложнее технологической, но, как я уже сказала, хорошее решение должно соответствовать как физическим, так и экономическим законам. Физику мы продумали. Экономика – это по сути решение производственной задачи. Так можно ли начать производство в больших масштабах? Можем ли мы так масштабировать производство, чтобы наш продукт стал значимой частью Всемирной Транспортной Сети? И здесь появляется какая-то смелость, желание строить эти лодки вопреки всему. Вот что помогает нам производить и продавать наши лодки. Конечно, заменить суда на горючем на наше – большое дело. Но также важен весь процесс производства. Важно получать какую-то прибыль, чтобы строить транспортные суда. И еще нужно собирать данные со всех прогулочных лодок, чтобы повышать их автономность. Только после завершения этого этапа начнется этап эксплуатации. Работая над этим стартапом, я поняла, что при таких сложных условиях, когда вы ограничены в ресурсах и нет миллиардов долларов, нужно сосредоточить 80% усилий на чем-то одном и сделать эту вещь по-настоящему качественную. Показать, на что вы способны добиться идеального результата. Ага. Это то, что нас отличает от других компаний. Венчурные инвесторы заинтересованы в том, чтобы мы привлекли больше партнеров. Но за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Прототип выйдет неудачным. Партнеры окажутся ненадежными. И тут ты понимаешь, вот в 27-м году, когда у нас уже будут лодки, тогда я этим и займусь. И вдруг лодка вообще не заработает. Так что многие вещи мы сделали иначе. Например, ушли с головой в инженерное дело. Сколько людей сейчас у тебя в команде? В штате около 10 человек. Но, очевидно, лодку строили гораздо больше людей. На пике нас было 65. В штате Мэн у нас есть верфь, на которой идет сборка. Но это все подрядчики, верно? Да. У нас был хороший коллектив, который очень тесно сотрудничал с основной командой. На ранних этапах нашего производства мы справлялись хорошо, потому что жесткий менеджмент не нужен. То есть у нас была верфь, команда инженеров и архитекторов. А здесь расположена основная команда, которая работает над программным обеспечением и электромеханикой. Все работали как большая команда. Это чудесно. Я до сих пор удивляюсь, как нам удалось так ловко и бесшовно все интегрировать. Как ты нашла всех этих людей? Сложно ли было? Ой, я долго искала нашего технического директора. Это Кенни, он невероятный. Это Барбаря ему летают наши лодки. У него все летает. Он загружает программное обеспечение для управления и оно взлетает. С Кенни тоже сработал холодный маркетинг. То есть ты просто написала ему холодный имейл? Да. Вы не были знакомы? Нет, не были. Где он работал до этого? В Киттихок. Что это за компания? Они делают летающие машины в Итол. Это компания Ларри Пейджа. Кенни был старшим инженером по управлению полетами. А до этого он работал в Убере над автономным транспортом. Ты просто написала ему? Да, он делал воздушных змеев-дронов для ветроэнергетики в Google X и он тоже был из MIT. Мне очень понравилась его биография. Потом поспрашивала знакомых и все сказали, что он лучший в своем деле. Он прошел у нас собеседование. А потом я как раз возвращалась домой после ужина с друзьями и мне позвонил Кенни. Точнее, это был имейл. Он сказал, что не заинтересован. И я была очень расстроена. Это было как будто к ответ, если бы меня бросил парень. Я так долго его добивалась и получила отказ. Я сидела и думала, а что пошло не так? Как можно это исправить? И я тут же ему позвонила и говорю, слушай, я просто хочу знать, почему. Мы ведь уже прошли все этапы собеседования, и я была уверена, что он с нами. Мне было интересно, в чем моя ошибка, даже если ответ уже ничего не изменит. Я предложила ему встретиться. На следующий же день мы встретились в Аламиде, посидели в кафе. А через два дня он согласился. Класс! Мне нравится, что ты всегда идешь до конца. Ты продолжаешь настаивать на своем. Любое «нет» можно превратить в «возможно», а из «возможно» можно превратить и в «да». Попробовать стоит. Ты умеешь убеждать, как будто точно знаешь, что этот человек должен быть с вами. Просто не сомневаешься. Да, иногда ты просто что-то твердо знаешь. Когда кажется, что какая-то идея или человек, какие-то вещи просто должны стать частью твоей команды. А можешь рассказать, как получилось привлечь Сергея Брина как инвестора? Ну, я... Холодный маркетинг? Не в этом случае. Просто стечение обстоятельств. Он зашел ко мне на вечеринку. В Хилсборо? Да, вечеринка в Хилсборо. Шучу, конечно. Он настоящий ботаник. У нас есть сообщество предпринимателей и ученых. Если вы следите за моим каналом, то видели, что я была на такой вечеринке. Это была третья вечеринка. Там были белые лошади на участке. Я думаю, вы помните эту вечеринку. Да, было круто. Нет, на самом деле это было как... Сообщество в Хилсборо как раз только восстановилось после пандемии и все говорили, что Сан-Франциско мертв. Но некоторые из нас говорили, постойте. Именно здесь рождаются инновации. Мы видели, что именно здесь воплощаются самые невероятные идеи. От цветающих автомобилей до... Вот сейчас, на волне искусственного интеллекта как раз люди к защищают. Где еще можно создать такое уникальное сообщество? Настолько особенное. Мы хотели развеять миф, что Сан-Франциско мертв. Мы решили, окей, все говорят, что тут стало скучно, что люди друг с другом не общаются. Так как собрать вместе самых умных и талантливых людей, чтобы это было весело? Создать не место для вечеринок, а атмосферу увлеченности своим делом. Можно сказать, что мы предложили всем отправиться назад в будущее. То есть ты была одна из тех, кто все организовал? Да. Сколько вас было? Девять? Сначала были только я и мой друг Тим. Потом к нам пришел Джереми. Потом появился Андрей. Андрей Карпати. О, это который из Стэнфорда? Да, беспилотные автомобили для Тесла. Сиджил тоже был с нами. Я сама там не жива. Я просто хотела создать сообщество. Моя работа была здесь. Я приезжала на выходные. И мы с Тимом начали этот проект. И к нам приходило много интересных людей. И как-то в самом начале к нам заглянул Сергей и поинтересовался, что мы за люди и чем это мы тут занимаемся интересным. Но он всегда поддерживает масштабные идеи, выступает за экологическую ответственность. Любит, когда люди решают сложные задачи. На какой вы были стадии, когда он решил присоединиться и проинвестировать? Кенни, технический директор, уже был с вами? Кенни был с нами, да. То есть, компания уже вполне состоялась? К тому времени наша лодка была. Когда Сергей увидел ее, я сказала, что лодка будет готова в следующем году. Он мне не поверил. И он такой, ну я же видел, она еще близко не готова. И это забавно, потому что фактически он первый, кто катался на этой лодке, кроме сотрудников. Он приехал в Майами на запуск лодки. И по сути, первым прокатился на ней, не считая нашу команду. Думаю, это хороший знак, это здорово. Да, он большой эксперт в решении сложных задач. И думаю, у нас получилось. Можно сказать, мы превзошли ожидания. Абсолютно. Все были уверены, что нужно больше времени. Назови троих самых важных для тебя людей, с которых ты берешь пример, к кому прислушиваешься. Кто для тебя даже не наставник, а источник вдохновения? Интересный вопрос. Я думаю, что это зависит. Есть много людей, к которым я так или иначе обращаюсь за советом в разных областях. Это может быть кто-то из моих наставников или консультантов, которых я спрашиваю, как мне подойти к проблеме. Моя лучшая подруга из аспирантуры и ее муж, тоже выпускник MIT, кстати, он работает сейчас со мной в Навиер. Они живут в Миннесоте. Она всегда готова поддержать меня в трудную минуту. Я обращаюсь к ней, когда мне нужен беспристрастный взгляд со стороны. Это точно? Да. Она преподает в Университете Миннесоты. Есть еще один человек, Наташа Райт. И еще одна моя близкая подруга. Мы с ней учились в Огайо, Кейтлин. Очень полезно общаться с людьми вне моей компании, которые тоже разбираются в науке, делают замечательные вещи. Они помогают взглянуть на мир с другой стороны, получить представление о разных вещах. Абсолютно, да. И это замечательно, когда в твоей жизни есть люди, которых ты уважаешь, чьи ценности и принципы откликаются в тебе. Наше интервью подходит к концу. Это было очень интересно. Ребят, честно, я бы так и разговаривала. Я бы днями напролет тебя слушала. Я в восторге от твоего упорства и устремленности к своим целям. Расскажи о ваших планах на будущее. Я понимаю, мы говорили об освоении океана. Ты планируешь теперь заниматься только этим или у тебя есть еще более амбициозные планы и мечты? Мы в Навер поставили цель создать морскую компанию нового поколения. Изначально морская отрасль была очень разрозненной, немасштабируемой, традиционной. Были небольшие компании, которые строят суда и несколько крупных транспортных компаний. Но в эпоху электричества, автономии, компьютерных технологий, если посмотреть на картину в целом, видно, что мир движется в другую сторону. Он движется к созданию масштабируемых платформ с современным программным обеспечением, которые изменят ход событий. Все эти технологии предопределяют то, как будут выглядеть морские компании следующих поколений и вся отрасль в целом. В этом и заключается цель Navier производить масштабируемые морские суда. Я уже говорила о том, что я просто любопытный человек, который стремится исследовать новые территории в каком-то смысле. Я, можно сказать, пытаюсь дать человечеству выйти за пределы суши, взять и превратить водные маршруты в шоссе. Если по воде можно передвигаться так же дешево, быстро и удобно, как и по суше, то водные пути уже не препятствие, а просто дорога. И задача нашего первого продукта на Авер-30 именно в этом. Например, мне нужно добраться из Рядвуд-Сити в Беркли. Зачем я буду тратить полтора часа на дорогу стоять в пробках, когда тот же путь по воде займет 20-30 минут. Дорога из Сан-Франциско в Аламиду или Оукленд также может занять 10-12 минут по воде вместо 45 минут в пробке на мосту. Каждая пристань может стать транспортным узлом. Например, Сан-Франциско упускает огромные возможности. У этого побережья такой потенциал. В эпоху, когда все опасаются искусственного интеллекта, я задумываюсь о том, что можно создать новую экономику, если развивать морские пути. Мы говорим о создании целой инфраструктуры, о создании рабочих мест. От этого у меня мурашки по коже. У нас уже есть железнодорожная сеть, дорожные магистрали по всему миру. Если у моей компании все получится, это будет как железная дорога только морская. Если мы сможем это сделать, это будет самым главным достижением в моей жизни. Хочу ли я сделать что-то еще? Вот, у меня родилась эта большая идея. Да, это уже грандиозная цель. Еще одна вещь, которую мне хочется развивать, это энергия. Раньше я работала над новым типом реактора. И меня по-прежнему интересует эта отрасль. Я хочу работать над прикладными решениями для ядерной энергетики. Я верю, что ядерная энергетика это самый безопасный и экологичный способ покрыть потребность в ресурсах. За ней стоит будущее. Я много где успела поработать. Начиная от загрузки данных в облако и заканчивая беспилотными дронами, марсоходами и другими аппаратами для космоса. Все боятся, что нас превзойдет искусственный интеллект. Я думаю, что искусственный интеллект или что там будет через 10 или 100 лет это все естественная эволюция. Из обычных людей мы должны превратиться в сверх людей. Можно рассуждать об этом с точки зрения трансгуманизма. Как связан человек с машиной? Мы уже тесно связаны. У нас всегда с собой телефон, Apple Watch, Aura Ring и прочие гаджеты. Очень интересно прозмущать над тем, как можно использовать искусственный интеллект и робототехнику, чтобы улучшить свою жизнь, достичь большего. Например, зачем в 90 лет мучиться с больными коленями, если можно раздобыть экзоскелет и бегать с ним? Это лишь некоторые идеи. Не знаю, найду ли я время, но я обожаю решать сложные задачи, которые могут в корне перевернуть наше представление о мире. Это было безумно интересно. Хорошо, последний вопрос. Можешь порекомендовать нашим зрителям книгу или фильм, который обязательно нужно посмотреть или прочитать? Моя любимая книга, которая очень сильно повлияла на меня, называется «Тезка». Она о путешествии иммигранта из Индии в Америку, а также об учебе в Массачусетском институте. Я могу закрыть глаза и вспомнить каждый момент из этой книги. Я думаю... И ты практически сама пережила все эти события. Да, там нет ничего драматичного. Это история о повседневной жизни. Но в простоте повседневной жизни есть своя красота. Так что это отличная книга. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман. Очень хорошая книга для любителей физики. Она также оказала на меня огромное влияние. еще рекомендует цикл книг основания и книгу под названием Лавина. Кто-то говорит, что это копия бегущего по лезвию. Операционная система нашей лодки названа Хиро в честь главного героя книги. Интересно. Все эти книги, можно сказать, сформировали меня. Спасибо тебе огромное за это интервью. Это было очень вдохновляюще, и я теперь тоже хочу менять мир. Большое спасибо Самприте. Спасибо, что пригласили. Надеюсь, через год или два мы будем пересекать залив на лодках Навьер. Субтитры